Всех приветствую с вооружейки! Вы на канале AlexArmor и сегодня мы с вами поговорим об одной из самых мрачных страниц англо-ирландских отношений в кровавом воскресенье, которое произошло 30 января 1972 года. В этот день в районе Бокса от города Лондон-Дерри британские военнослужащие расстреляли демонстрацию местных жителей. The Troubles. Так в английской историографии принято называть этнополитический конфликт в Северной Ирландии по поводу статуса региона, длившийся с конца 1960-х по 1998 год. Одним из центров конфликта был город Лондон-Дерри. Большинство жителей города были католиками и националистами, то есть сторонниками объединения Северной Ирландии с Республикой Ирландия. Но городской совет при этом находился под контролем протестантов и юнионистов, это сторонники сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Протестантской была и Королевская полиция Ольстера. 4 января 1969 года участники марша националистов, шедшие из Белфаста в Дерри, в пяти километрах от Дерри были атакованы лоялистами. В числе нападавших были свободны от службы полицейские. Националистов забрасывали заранее подвезенными камнями. Прибывшая на место столкновений полиция не стала защищать националистов. Никто из нападавших не был арестован. На следующий день в населенном преимущественно католиками районе Боксайд в Дерри произошли столкновения участников марша и их сторонников с полицией. Вечером в район вошли полицейские, чтобы произвести аресты. Католики Дерри провозгласили Боксайд и другой католический район Креган свободным Дерри. На здании в Боксайде, стоящем на углу Лекки Роуд и Фахан Стрит, появилась надпись «Вы входите в свободный Дерри». Это место впоследствии получило прозвище «Угол свободного Дерри». Обитатели самопровозглашенной автономии соорудили баррикады и вооружились дубинками, чтобы не допустить полицию на свою территорию. Толкновения продолжались. В июле была создана Католическая ассоциация обороны граждан Дерри. То есть это правительство самопровозглашенной автономии. Противостояние жителей свободного Дерри и полиции Ольстра достигло пика в августе 1969 года с 12 по 14 августа во время так называемой схватки за Боксайд в столкновениях националистов с юнионистами, на стороне которых была полиция, пострадали сотни человек с обеих сторон. Конфликт разгорался, беспорядки продолжались в других населенных пунктах Северной Ирландии. Для восстановления порядка в Дерри и Белфаст были введены британские войска. Первоначально Англию воспринимали как нейтральную силу, но после столкновений между военными и жителями католических районов Белфаста католики стали воспринимать ее как врага. Предшественницами Ирландской республиканской армии ИРА были организации Ирландские добровольцы до раскола в 1914 году около 180 тысяч членов и Ирландская гражданская армия около 300 боевиков. Члены этих группировок принимали активное участие в пасхальном восстании, которое произошло с 24 по 30 апреля 1916 года с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился. Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников от 1,3 тысячи человек против 16-тысячной британской армии. Общественное мнение стало меняться только после арестов и казни лидеров и участников мятежа. На фото один из организаторов пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Ион де Валера избежал казни из-за наличия американского гражданства. В 1970-1971 годы были отмечены вспышкой насилия. Военизированная группировка Ира, выступающая против британского владычества в Ирландии в декабре 1969 года, разделилась на два крыла – официальную и временную. Официальная выступала за ненасильственные методы борьбы, временная же – за террористические. В 1971 году в Северной Ирландии было зарегистрировано 1100 случаев закладки бомб и 1700 случаев обстрела военнослужащих, в результате которых были убиты 43 военнослужащие британской армии и 5 военнослужащих Ольстерского полка обороны, созданного в 1970 году в помощь правоохранительным органам Северной Ирландии. 9 августа 1971 года британская армия провела операцию «Диметриус», целью которой был арест и интернирование всех лиц, связанных с Ира. Были арестованы 342 националиста, 116 из них освобождены в течение первых 48 часов. Задержанные подвергались грубому и унизительному обращению, были зафиксированы случаи пыток. Многие арестованные не имели крайне никакого отношения. По утверждению руководства Ира, в ходе операции были арестованы всего 30 членов организации. Операция «Диметриус» вызвала новую вспышку насилия. В течение 4 дней были убиты 2 английских солдата, застрелены снайперами временной Ира, 2 боевика Ира, они были застрелены военными, и 20 гражданских лиц, это 16 католиков и четверо протестантов. В 3 случаях нападавшие не были установлены, в остальных 17 стреляли военнослужащие. 10 из 20 погибших гражданских лиц были застрелены в округе Белли-Мёрфи в Белфасте. В 9 случаях виновниками были военнослужащие 1 батальона парашютно-десантного полка. Эти события называют резнёй в Белли-Мёрфи. Католики и протестанты перебрались в районы, населённые единоверцами, порой сжигая при этом свои дома. Около 7 тысяч человек, преимущественно католики, остались без крова. В середине августа по середину декабря 1971 года в Дерри было убито семеро британских военнослужащих. На территории свободного Дерри продолжали возводиться баррикады. Мелкие стычки местных жителей с военнослужащими происходили регулярно. 18 января 1972 года премьер-министр Северной Ирландии Брайан Фолкнер запретил все массовые демонстрации до конца года. С учётом возрастающей угрозы безопасности в провинции, все демонстрации, процессии и марши запрещены вплоть до особого уведомления. Любой, кто примет участие в проведении или организации подобных деяний, подлежит немедленному аресту. Закон есть закон, его надо соблюдать. Я заявляю руководителям Ассоциации за права человека, вся ответственность за любые возможные акты насилия ляжет исключительно на ваших шалечи. Спасибо. 22 января в нарушении запрета была проведена манифестация у лагеря для интернированных. Военнослужащие десантного полка применили против манифестантов резиновые дубинки, резиновые пули и следствующие рубя. На 30 января Католическая Северлоирландская Ассоциация Борцов за гражданские права назначила новую демонстрацию против практики интернирования. Мы протестуем, потому что после раздела Ирландии католики здесь на севере страдают от произвола британских властей. Вот почему мы протестуем. Мы выходим на марш, потому что правительство обещало нам реформу, но вместо них мы получили комендантский час и закон, попирающий самую суть человеческих прав, о массовых задержаниях без суда. Вот почему мы протестуем. Мы заявляем британскому правительству. В это воскресенье мы пройдем мирным маршем. И так будет до тех пор, пока юнионисты правят в этой провинции и пока не прекратится нарушение элементарных человеческих прав. Спасибо. В преддверии демонстрации в Дерри был направлен 1-й батальон парашютно-десантного полка, чтобы произвести аресты в случае возникновения беспорядков. Тот самый батальон, военнослужащие которого участвовали в резне, были мертвы. Число участников демонстрации 30 января составляло по разным оценкам от 2 до 15 тысяч человек. Самыми низкими были именно официальные данные. Демонстранты хотели пройти к зданию ратуши, чтобы провести там митинг. Но военные не дали им это сделать, преградив дорогу. Тогда было принято решение провести митинг рядом с углом свободного Дерри. Однако, некоторые участники демонстрации решили прорваться сквозь армейские заграждения в военных полетели камни. Те в ответ использовали водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Потом началась стрельба. По данным британской армии, оружие применили 21 военнослужащие. Всего было произведено 108 выстрелов. Больше всего стреляли двое. Младший Капрал F-35 выстрелов и рядовой H-22 выстрела. Первый демонстрант был убит примерно в 15.55. Остальные начиная где-то с 16.10. В следующей, после кровавого воскресенья понедельник, была создана правительственная комиссия по расследованию событий воскресенья 30 января 1972 года, приведших к гибели людей в связи с шествием в Лондон-Дерри в этот день, которую возглавил лорд, главный судья Англии и Уэльса, барон Джон Виджери. Расследование было закончено в кратчайшие сроки. Комиссия работала всего три недели в феврале и марте. 18 апреля был опубликован ее итоговый доклад, в котором фактически оправдывались действия английских военных, хотя утверждалось, что эти действия были граничащими с безрассудством, никто не был обвинен в гибели людей. В докладе говорилось, что смертей можно было бы избежать, если бы не сложилась очень опасная ситуация, в которой столкновения демонстрантов с силами безопасности были практически неизбежны. При подготовке доклада были проигнорированы многочисленные факты, противоречащие официальной версии событий. Эта версия состояла в том, что военнослужащие подверглись атаке с применением огнестрельного оружия и самодельных бомб, после чего были вынуждены открыть огонь. Согласно свидетельствам очевидцев, шествие было по большей части мирным. Хотя небольшое число присоединившихся к нему местных жителей бросали военнослужащих в камни, никто не стрелял и не бросал бомбы, в то время как английские солдаты, прибыв в район Боксайд, немедленно открыли огонь, стреляя преимущественно в спину людям, бежавшим прочь и пытавшимся найти укрытие. Официальная версия была противопоставлена неофициально. Армия целенаправленно и хладнокровно расстреляла мирных демонстрантов. Родственники погибших и пострадавших, возмущенные докладом комиссии Виджери, призывали провести новое расследование. Резкой критики подвергла доклад Республика Ирландия. В 1997 году правительство Ирландии передало правительству Великобританию 178-страничное досье со свидетельствами очевидцев и другой ранее не рассматривавшейся информацией, касающейся событий Кровавого Воскресенья. В январе 1998 британский премьер-министр Тони Блэр объявил о создании комиссии для проведения нового расследования. Ее возглавил лорд ординарий апелляционного суда Марк Севилл. В отличие от первого расследования, второе длилось долго. В конце 2004-го был заслушан последний свидетель, а итоговый доклад комиссии был опубликован 15 июня 2010-го года. Толщина доклада составила около 5000 страниц, сокращенная версия в 10 раз меньше. В день публикации доклада премьер-министр Дэвид Кэмерон выступил перед палатой общин британского парламента с заявлением, в котором, в частности, сказал «То, что произошло в Кровавое Воскресенье, не было оправдано и не может подлежать оправданию. Некоторые наши военнослужащие вели себя неправильно. В конечном счете, ответственность за поведение наших вооруженных сил несет правительство, и потому от лица правительства и всей нашей страны я приношу глубочайшие извинения». Разница между двумя докладами отчетливее всего проявилась в том, как в них представлены обстоятельства смерти 13 демонстрантов. После публикации доклада комиссии с Эрилом, полиция Северной Ирландии начала расследование 13-ти убийств. Джон Фрэнсис Дадди, все звали его Джекин, родился в многодетной семье. У него было 12 братьев и сестер. Рабочий местного завода и боксер-любитель. Он стал первой жертвой. 17-летний Дадди был убит прицельным одиночным выстрелом в спину, который произвел рядовой Эр. Имена всех военнослужащих, дававших показания двум комиссиям, были засекречены. Согласно докладу комиссии лорда Северна, у Джеки в руке мог быть камень. Рядовой Эр мог подумать, что это бомба, но твердой уверенности у него быть не могло. А только это оправдывало бы применение оружия. В докладе также говорится, что рядовой Эр мог в панике неверно оценить ситуацию. 17-летний Джеральд Донаги был сиротой с 10 лет. Донаги состоял в молодежной организации ИРА. Годом ранее он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы за нарушение общественного порядка. Был смертельно ранен в живот при попытке бежать. По Донаги стрелял рядовой Джи. На сделанной полиции фотографии трупа в кармане Донаги видна самодельная бомба с гвоздями. По утверждению одного из военнослужащих в одежде Донаги было найдено 4 таких бомбы. В докладе комиссии Виджери отрицались возможности того, что бомбы Донаги подложили уже после смерти. В докладе комиссии Севилла говорится, что у Донаги могли быть бомбы. Но он не пытался их бросить и был застрелен не потому, что имел их при себе. 35-летний Джеральд Маккини был отцом 8 детей. Его младший сын родился за 8 дней до гибели отца. Маккини был управляющим роллер-дромом и тренером футбольной команды юниора. Политикой не интересовался. Был застрелен рядовым Джим с расстояния в несколько метров. Пуля, прошедшая на вылет, смертельно ранила Джеральда Донаги. Даже в докладе комиссии Виджери отмечалось, что Маккини был безоружен. 27-летний Уильям Маккини, однофамилец Джеральда, был старшим сыном многодетной семьи, 7 братьев и сестер. Родные звали его профессором. Работал наборщиком в газете Дерри Джоуза. Любил музыку, играл на аккордеоне. На Рождество он получил в подарок кинокамеру. 30 января снимал демонстрацию. Маккини был безоружен и не представлял угрозы. Он был смертельно ранен выстрелом в спину, когда наклонился над своим однофамильским. В той же пулей был ранен еще один демонстрант. Четверо военнослужащих, рядовой И, младший капрал Ф, рядовой G и рядовой H, могли произвести выстрелы, ставшие причиной смерти Уильяма Маккини и Джеймса Рея, а также ранившие еще пятерых демонстрантов. Все четверо утверждали, что вели огонь только по тем людям, у кого были бомбы или огнестрельное оружие. Согласно докладу Севилла, эти заявления были уложены. 22-летний Джеймс Рей работал в баре. Утром 30 января он вместе со всеми членами своей семьи пошел сначала в церковь, а потом на демонстрацию. Согласно показаниям нескольких свидетелей, после первого выстрела, лежавший на земле Рей крикнул, что не в состоянии двигать ногами, после чего его добили вторым выстрелом. Пробитый пулями вельветовый пиджак Рея в настоящее время выставлен в музей свободного Дерри. 19-летний Уильям Нэш был седьмым из 11 детей в семье. Его брат Чарли Нэш был боксером, чемпионом Ирландии в легком весе. Уильям работал вместе с отцом в доках. На демонстрацию 30 января он пошел вместе с отцом. Уильям был застрелем, когда стоял на баррикаде из камней. Его отец получил множественное ранение, пытаясь добраться до тела сына. По словам очевидцев, Уильям был безоружен. Согласно докладу Севилла, выстрелы, ставшие причиной смерти Уильяма Нэша, Майкла Макдейда и Джона Янга, могли произвести Капрал Пи, рядовые G и E. Военнослужащие утверждали, что вели ответ на огонь. Капрал Пи сообщил комиссии Вильджери, что выстрел после того, как в него выстрел человек, по описанию похожий на Нэша. Комиссия Севилла признала эти заявления ложными. 20-летний Майкл Макдейд, работавший барменом, был девятым из десяти детей в семье. Во время разгона демонстрантов он был арестован, бежал из армейской машины, после чего застрелян рядом с баррикадой. Он не был вооружен. Пробитый пулей видовый пиджак Макдейда выставлен в музей свободного Дерри. Экспертиза обнаружила на правой руке и на пиджаке Макдейда частицы свинца. Комиссия в виджере отвергла возможность того, что эти частицы попали на тело и одежду в результате соприкосновения с военнослужащими или военной техникой. 17-летний Майкл Келли был седьмым ребенком в семье, в которой было 11 детей. В трехлетнем возрасте он сильно заболел и три недели провел в коме. Работал механиком по швейной машине. Политикой не интересовался. В демонстрации участвовал впервые в жизни. Был ранен в живот младшим капралом Эф, впоследствии ложно утверждавшим, что у Телли была бомба с гвоздями. Майкл умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Согласно докладу комиссии в виджере, на его правом манжете были найдены следы пороха. Еще был сделан вывод, что рядом с ним мог находиться кто-то, стрелявший в военнослужащие. У 17-летнего Джона Янга было трое братьев и сестер. Джон работал в магазине мужской одежды, был администратором музыкальной группы The Scene. Янг был убит выстрелом в голову, когда пытался укрыться за баррикады. Он был безоружен и угрозы не представлял. Выстрел мог произвести в Катралке. 17-летний Кевин Маккелхин был средним ребенком в семье, которой было трое детей. После окончания школы работал в супермаркете. Он был застрелен, когда пытался на четвереньках добраться до баррикады, до ближайшего дома. По данным комиссии в виджере, стрелять мог сержант Кей. Кей утверждал, что заметил передвижение двух человек, у одного из которых была винтовка, после чего выстрелил в их направлении, но не знает, поразил ли цель. Согласно докладу комиссии Севилла, приказ стрелять мог отдать или старший сержант 002, или Катрал 039. 17-летний Фью Гилмор был младшим из шести детей бывшего игрока в футбол команды Дерри Сити. Он был учеником механика в мастерской шиномонтажа. Гилмор был ранен, когда бежал мимо баррикады. После этого он сделал еще несколько шагов и упал перед окном своему дому. Вскоре он скончался. В докладе комиссии в виджере говорилось, что Гилмор был убит выстрелом в грудь, когда стоял на баррикаде. В докладе комиссии Севилла говорится, что можно с уверенностью утверждать, что Гилмора застрелил рядовой Ю, видевший, что молодой человек безоружен и не представляет опасности. 31-летний Патрик Дуэрти был отцом шестерых детей. На демонстрацию он выполнял обязанности распорядителям и предложил своей жене идти в конце колонны. Дуэрти был застрелен, когда пытался добраться до укрытия. В последние секунды жизни он попал в объектив фотоаппарата Джаэлза Переса. Переса работал на агентство Magnum Photos. Его первым профессиональным заданием были фотографии с демонстрацией протеста в Лондон-Дэйре. Вот что говорил Джаэлз Перес о кровавом воскресенье. Я помню начало демонстрации. Мартин МакГиннес обращался к людям. Демонстранты спустились с холма, из района Креган в район Боксай. Когда люди дошли до Уильям-Стрит, я был впереди колонны, чтобы снимать демонстрантов, идущих по Уильям-Стрит. Стандартный кадр. Десантники установили два заграждения. Когда демонстрация дошла до угла свободного Дэри, произошли небольшие беспорядки. К тому времени, как военные подвезли водомет, страсти стали стихать. У меня есть фотографии толпы, сидящей на мостовой на углу Уильям-Стрит и Чемберлин-Стрит под дождем пурпурной краски. Но некоторые люди сидели. Один из молодых парней, участвовавших в сидящей акции протеста, несколько секунд спустя был убит. Неожиданно я увидел краем глаза, что первые десантники движутся в сторону угла свободного Дэри. Затем началась стрельба. Потом все побежали. Я пытаюсь вспомнить свои эмоции. В какой-то момент я фотографировал и плакал одновременно. Наверное, это произошло тогда, когда я увидел мертвого барни МакГигана. Когда я до него добрался, люди еще прятались за телефонной будкой, спасаясь от выстрелов. Он был один. Затем прибыл священник, чтобы причастить умирающего. Я помню, что сделал тогда несколько кадров. Я помню, что плакал. Помню, что не хотел сильно мешать, но в то же время чувствовал свою обязанность фотографировать, документировать. Тогда я впервые увидел, что может сделать настоящее боевое оружие. Я имею в виду уничтожение, воздействие. До того я думал, что пули могут тебя убить, но убьют тебя аккуратно. Вы понимаете, что я говорю? Я впервые осознал, какой ужасный ущерб они наносят. В докладе комиссии Виджери говорилось, что стрелявший военнослужащий мог ошибочно решить, что у Дуэрти был пистолет. Согласно докладу комиссии Севилла, Дуэрти был смертельно ранен выстрелом в ягодицу, произведенный младшим капралом Ф. В разные годы младший капрал Ф. давал противоречащие друг другу показания. 41-летний Бернард Барни МакГиган, отец шестерых детей, работал на заводе. Увидев раненого Дуэрти, он решил оказать ему первую помощь. По свидетельству очевидца, МакГиган поднял руку с белым платком, начал махать им и кричать «не стрелять!». Несколько секунд спустя он был застрелен, выстрелив в затылок. Согласно данным комиссии Севилла, смертельный выстрел, несомненно, произвел младший капрал Ф. 14-й жертвой расстрела демонстранта в долгое время считался 59-летний Джон Джонсон, который был два раза ранен 30 января и скончался 16 июня. Его родственники были убеждены, что к смерти привели ранение и пережитый шок. По данным комиссии Севилла, смерть не была последствием полученных ранений. Кроме Джонстона, при разгоне демонстрации ранения получили еще 15 человек. Двоих сбил армейский бронетранспортер, двое были травмированы обломками кирпича во время обстрела, один из них также получил огнестрельное ранение. Всего огнестрельное ранение получили 12 человек. Единственная женщина, раненая в тот день 37-летняя вдова и мать 14 детей Маргарет Пегги Дири, выжила, но осталась хромой. Полицейские следователи начали работу над делом и убийством в Лондон-Дири через 38 лет после того, как эти убийства произошли. Еще через 10 лет был произведен первый арест. 10 ноября 2015 года рядовой Джей был задержан. Доставлен в полицейский участок в Белтости и допрошен об обстоятельства гибели Уильяма Нэша, Майкла Макдейда и Джона Янга. Вскоре 66-летний Джей был выпущен под залог. Всего в качестве подозреваемых в убийствах, покушений на убийство и нанесения ранений проходили 17 бывших военнослужащих и два члена Ира. 14 марта 2019 года прокуратура Северной Ирландии сообщила, что у нее имеется достаточно оснований для предъявления обвиненному подозреваемому, младшему Капралу Эп, в убийстве Джеймса Рея, Уильяма Маккинги и покушения на убийство еще четверых человек. Обвинение в убийстве Майкла Келли, Патрика Дуэрти и Бернарда Магигана ему было решено не предъявлять по причине смерти возможного ключевого свидетеля рядового Джи. В отношении остальных 18 подозреваемых прокуратура признала, что свидетельств, которые могли бы с достаточной степенью вероятности привести к осуждению, ее распоряжение недостаточно. В защиту младшего Капрала Эп выступили различные общественные организации. В апреле 2019 года демонстрации и с требованием не привлекать его к судебной ответственности прошли в Белфасте и в Лондоне. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что правительство страны окажет Эп полную юридическую поддержку, включая оплату судебных издержек. «Мы в долгу перед солдатами, которые смело и достойно несли службу, чтобы принести мир в Северную Ирландию. Благополучие наших бывших военнослужащих имеет важнейшее значение», — сказал Уильямсон. Объявление о том, что 16 военнослужащих не будут привлечены к суду, вызвало негодование у родственников погибших. Они попытались добиться пересмотра этого решения, но 29.7.2020 года прокуратура подтвердила свою позицию. 2 июля 2021 года прокуратура Северной Ирландии объявила, что снимет обвинения, выдвинутые против младшего капрала Эп. В тот же день в Дерри появились два плаката с настоящим именем бывшего военнослужащего. 13 июля лидер Северлоирландской социал-демократической и лейбористской партии Колумб Истут, пользуясь парламентской привилегией, назвал имя младшего капрала Эп во время дебатов в Палате общины. Спустя полвека, после Кровавого Воскресения, отношение жителей Северной Ирландии к этому событию зависит от их политических взглядах и конфессиональной принадлежности. Националисты проведут правом мероприятия, а юнионисты на каменуне Юблея вывесили в окрестностях Дерри флаги парашютно-десантного полка. А вот на этом, собственно, и все. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Если вам нравится данный формат, пишите об этом в комментариях, будем развивать данную рубрику. И спасибо за внимание. Да пребудет с вами Сива. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok